Житель Ковровского района подозревается в связи с 14-летней школьницей. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. По версии следствия, подозреваемый познакомился со школьницей и, точно зная о ее возрасте, склонил девочку к интимным отношениям. В ноябре этого года девочка сообщила о беременности своему опекуну-бабушке. Со сроком в 24 недели беременную поставили на медицинский учет. Теперь следователи будут оценивать обстановку в семье девочки. Кстати, сам подозреваемый уже выразил готовность помогать будущему ребенку. У мужчины уже есть семья. Для водителей школьных автобусов проведут дополнительный инструктаж. Поручение взять на особый контроль ситуацию с детскими перевозками департаменту образования дал губернатор области Владимир Сипягин. Решение принято после ДТП с участием школьного автобуса в Меленковском районе 27 ноября. Напомним, тогда при обгоне пас, на котором ехали ученики, врезался в грузовик. К счастью, серьезных травм никто не получил. Сейчас в области для перевозки детей используется 203 школьных автобуса. Все они прошли техническую проверку перед началом учебного года. Приступили к уборке улиц. Мэрии аэропортуют, что первый серьезный снегопад не вызвал во Владимире чрезвычайных ситуаций. К уборке городских дорог коммунальная техника приступила в 6 часов утра. Потом машину ЦГД ушли на вынужденный перерыв, чтобы не создавать пробки в час пик. А после 10 часов снова вернулись на линию. Всего в этот день в трех районах города работало 59 единиц специализированной техники и 89 рабочих ручной уборки. О нечищенных муниципальных дорогах можно сообщать по телефону, указанному на экране. Что касается придомовых территорий, то за их уборку отвечают управляющие компании. Рождественская ярмарка во Владимире вошла в топ-10. Турстат опубликовал рейтинг самых популярных новогодних ярмарок среди россиян. Гуляния на Соборной площади попали в десятку пользующихся спросом праздников у туристов. В топе наш город оказался на девятом месте. По популярности рождественскую ярмарку на Соборной обошли праздники в Москве, Питере, Екатеринбурге, Казани, Туле, Нижнем, Ярославле и Вологде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова